Ребят, еду к бабушке сейчас на кладбище. Погода, конечно, вообще пипец. Такие тучи, да, такое мрачное небо, но красивое небо. Сегодня, значит, хороший, очень тёплый день. Соскучился за бабулькой, хочу сегодня приехать к ней. Так поле заросло это, блин. Я прошлый раз вам показывал, было совсем всё по-другому. Очень заросло. Охит шатает, боже, боже, боже мой. Ветер очень большой, так что я не знаю, будет ли слышно. Где ж ты, бабуля? Не могу. Или здесь я бы снова уже... Не могу. А, вот же. А вот и бабушка. Никто к тебе не приходит, я смотрю, всё пусто. Конфеток никто не приносит. Значит, никого не было, моя хорошая, моя любимая. Блин, я сейчас плакать начинаю, не могу. Девушка, я здесь, я рядом с тобой, я всегда возле тебя. Живу у тебя дома. У меня всё хорошо. Фух, за крест дотронулся, ребята, аж... Прям дрожь такая по телу. Она, видимо, чувствует, что я здесь. Бабуль, я тебе принёс покушать. Твои вкусненькие, всё твоё вкусненькое. Всё то, что ты любишь. И пиццу ей купил. Моя любовь. Сейчас, ребята, немножечко постою, поговорю с ней хорошо. А потом... Потом буду ехать домой. Ребят, всем привет. Вы на канале... Блин, я даже уже не знаю, на каком канале, как его правильно говорить. На видео, бейбель, не на видео, бейби. В общем... Я прошу прощения, что видео не выходило так долго. И... Ну, я думаю, вы ещё не понимаете, в чём случилось. В общем... Как вам правильно сказать? Ну, вы видите, где я сейчас нахожусь. Сколько вещей здесь стоит. Я ещё ничего не раскладывал. Вы видите, даже стол стоит. Монитур стоит. Все вещи стоят. Здесь также... Клавиатура, микрофон. Ну, в общем, чтобы вы понимали, здесь всё. Всё здесь. Всё, 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 всё. Всё полностью здесь. Всё здесь. Все мои вещи здесь. В общем, я думаю, вы все поняли, что произошло. Я бабушкину комнату закрыл. На полностью закрыто, ребят, потому что мне до сих пор страшно ещё и жутко здесь. Я не знаю, я сегодня ночевать буду первую ночь. Ой... Блин, я не знаю даже, как вам это всё сказать, объяснить, что случилось. Ну, я думаю, вы поймёте сами, что случилось. Живу один. Переехал я сюда, в бабушкину квартиру. Ну, и буду теперь уже жить здесь я. К сожалению, так произошло, ребят. Вот, это жизнь. Ничего мне не сделаем с этим. Буду обустраиваться, буду как-то жить, буду начинать новую жизнь. Ну, как-то так всё получилось. Не знаю, как сегодня буду ночь спать здесь, потому что вы знаете, что бабушка недавно умерла. Я так зашёл и включил свет и сказал, бабушка, Я пришёл домой к тебе, а я буду жить теперь здесь. До сих пор закрыты стёкла, все, ребят, вы знаете. После смерти вы мне сами просили, чтобы я это сделал. Ну... Так что смотрите новые видео, новые влоги. Кому будет интересно, кому не интересно, отписывайтесь. Потому что на этом начинается новый этап, новое видео, новая жизнь, новая судьба. Я ничего не могу больше сказать. Возможно, я смогу больше сказать в каком-то в следующем видео, что случилось, что произошло сейчас. Я знаю, вы не ожидали этого. Вы не могли в это поверить, как это может такое случиться, да? Но я уже живу здесь, я переехал и буду жить здесь. Ой-ой-ой-ой-ой. Мне никогда ещё так тяжело не было, честно говорить вам, вот это сейчас всё рассказывать, держать камеру на вытянутой руке, как я это делаю. Никогда не понимал. Помню, когда там мне в голову сейчас пришло, когда Марьяна Ро, был такой блэйер, девочка. Как она прям плакала, рассказывала, я устала, видео называлось, оно там сверх в трендах было. Но тут не я устал, а тут намного всё серьёзнее. Как-нибудь я вам объясню, что произошло, я думаю, вы уже все-всё понимаете. Не знаю, что будет дальше. Я не знаю, как... как будет продолжаться дальше моя жизнь. Если кому-то будет интересно наблюдать за ней, пожалуйста, наблюдайте. Но это будет, надеюсь, что-то интересное. Не знаю. Не знаю, чем больше сказать. Я сейчас буду всё разбирать, полностью завешивать шкаф. Страшно будет спать. Буду спать при включённом свете полностью. Я здесь закрою двери. Наверное, возьму даже бутылку с собой, которую буду ходить в туалет. Ну, не утверждаю, но невозможно. Ладно, ребята. Ребята, только... Я только закончил убирать полностью все вещи, приводить всё в порядок, ребят. Уже, блин, ночь уже больше. Больше. Это уже почти, короче, час ночи, я уже, в общем, засыпаю. Пока разобрал все вещи, блин, наверное, видите. Чего? У меня даже в постели такого и нету. Я вам сейчас покажу, что у меня здесь, ребят. Стол, вы видите, я уже установил. Поставил стол, монитор, компьютер, в общем, будет у меня вот здесь, вот как-то. Вот так вот. Не знаю, как оно, блин, процессор там поставил. Хотя MacBook на дольере отдать, потому что это Леркин MacBook. Я сейчас буду покупать себе новый. Возьму я тут новый MacBook 20-го года. Потом фотка наша с Леркой обязательно. Мы с ней, с Манюнечкой мои. Ребята, у меня здесь вообще непонятно, на чё, ну это так, шоколадки там всякие, эти вафельки, короче, сок взял. Это как декорация стоит, бутылка. Не знаю, это носки ещё не положил. А, это патрон. А, блин, он ещё пистолетный. Ладно, вы этого не видели. Что мне ещё надо? В общем, ну, всё такое. Всё такое. Так, а сейчас я вам покажу ещё шкаф. То, что я сделал. У меня вот так вот в шкафу. Вот. Покажу вам. Сейчас покажу, разверну. Ну, вот такой вот у меня шкаф. Это мои фулкэпы лежат полностью, коллекция. Там ещё сзади лежат. Но это ещё не все, потому что остальное всё в стирку. Вот так вот у меня футболки. Здесь в основном всё светлое, такое, видите, кофты. Здесь рюкзаки. Там трусы, короче, носки внизу и джинсы. У меня там джинсы. Ну, в общем, как-то так, ребят. В общем, как-то так. Здесь, ну, здесь ничего нового. Здесь всё как и было. Столик. Камеры. Кстати, ребят, вот эта вот флешка, офигеннейшая флешка. для айфона. iDrive. Я взял на 64 гига, вы помните видео. Я очень часто ей пользуюсь, но очень классно. iPad у меня лежит ещё. MacBook Реркина, я его отдам. это надо спрятать, конечно. Нельзя, что здесь пистолет лежал. Так, что вам ещё показать? Ну, кошмар здесь творится. Всё поубирал. Видите, всё. Вещей здесь полностью нету. Ну, всё. Как бы, пока, пока вот так вот. Постель надо купить. В общем, вообще, не пойми, что и как. Сегодня даже уже крючок сделал для доски Евминова. Вон там он. Сейчас вам покажу. Вон там вот крючок, его не видно. И буду заниматься. Ну, пока буду жить так, ребят. не знаю. Дальше посмотрим уже. Не знаю, как оно. Я надеюсь, вы поняли, да, почему я перебрался сюда, да, почему я здесь живу, что у нас случилось, ребят. Сейчас ничего не хочу я вам говорить. Нам нужно пожить, ну, мы решили пожить отдельно. А там как будет. Особого такой ситуации конфликта не было, но мы решили, в общем, пока пожить отдельно. все нормально, все общаемся, разговариваем, но в общем, пока так, я буду вам со временем что-то объяснять. как-то так. Ну, все, ребят, я скорее буду на меня ложиться спать. Сейчас я вам покажу еще что-то на кухне. Там, ребята, так стрёмно, я не знаю, я везде, у меня горит свет, потому что я боюсь. Сейчас вам поближе у меня в холодильнике уже заберет. А в холодильнике у меня вообще вот нифига, вот такая штука йогурта гуша стоит, и вы такие вот будете. Все. Тарелка от бутерброда разогревать буду. Ну, это бабушки мед, я и в лодичку поставил. В общем, пока. Так страшно, ребят. Я вчера вот здесь свет один выключил. Ой, нет, я так боюсь. Вот здесь включу свет. Вот здесь один включу, а здесь о, здесь все по-выключаю. в коридоре наверно будет наверно гореть пусть свет. Ох, блин, мне уж страшно, ребят. Бабушка, спокойно ночи. Я всегда так говорю, я даже дверь не хочу. Я сначала пытался закрывать дверь, потом думаю, не, лучше открою, потому что ну, нельзя так, если там бабушка, допустим, где-нибудь, как-то мне не хочу, чтобы была закрыта дверь. Ну, все, ребят, такая у меня обстановка, в общем, я с вами поделился немножечко. Всех люблю, всех обнимаю, целую. Всем пока. Пока.